Уважаемые коллеги, мы рады снова приветствовать вас в стенах службы центральных коммуникаций, также приветствуем тех, кто подключается онлайн. Итак, сегодня мы говорим о мерах по реализации поручения главы государства в послании народу Казахстана. Позвольте представить наших уважаемых спикеров, министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Брикешев Сиркалия Мангалевич и председатель комитета экологического регулирования и контроля жолдацев Зулфухар Санцезбаевич, также председатель комитета по водным ресурсам Алдамжаров Нурлан Жанзакович. Курмета спекилер, а нам за кушкельных зер Сиркалия Мангалевичу Сиркалия Мангалевичу Сиркалию. Продолжение следует... 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 В целом мы сейчас разрабатываем проект концепции развития системы управления водными ресурсами Республики Казахстан на 2023-2027 годы, которым определены два главных направления. Первое – это совершенствование системы управления водными ресурсами, и второе – это управление спросом на воду для устойчивого развития. Основной целью концепции будет решение проблем сохранения и рационального использования водных ресурсов страны, обеспечение баланса потребностей отраслей экономики и окружающей среды. В концепцию также будет включен трехлетний комплексный план развития водной отрасли, разрабатываемый нами по итогам послания главы государства от 1 сентября 2022 года, который будет включать мероприятия, требующие первоочередной реализации. Проект комплексного плана в скором времени будет рассмотрен на же сейдане водного совета. Курметты журналисты, мемлекет башысын жолдауын саласынан дамуту бөлігін эске асырулдағын қысқаша шарлар осылар. Казы сіздердің сұрақтарынызға мен сене, мен мәріптестерім беруге дайындыз. Көбір Ахмет Сирқали Аманғалиылу, күрметті әріптестері сұрақ жуа бөліміне көшем. Сәдеттегі де регламентестеріңізге сала кетейін баспасөз маслихатының уақыты шектеуілі. Сондықтан бір журналист тек сауалдан қойсаңыздар, және айын спекермен сөзін бөлмесеңіздер. Бақ кейзет, Олжас Адай. Құсқа қойа кеттем. Сондықтан бір жаңа су кодексінің жалпы әзірлеу, өзеріңіздер әйткенде қашыңа аяқталады. Сұрағын жағыр Ахмет, еліміздің қандай өнерлерде бағана айттым. Туығыз әрі су қоймасын 25 жылы салу жоспарлау жатырмыз. Бұл бүрі Ақмола облысында, Алматы облысында, бүрі Жамбыл облысында шу. Басқа ғызстанда екеу, қызылорда біреу, Түркестанда біреу. Түркестанда мен бағана айттым, кенсі қосқорған екі, үске қостық. Жалпы сол тоғыз су қоймасының көлемі бірде жеті текші километр болады. Және екінші сұрақ, бұғын көні сұғы жүйесінде ұзыңдығы 21-де 5 мүн, сақырым сауымын, үш шарымын магистралдік және сұруашылы аралық каналдары бар. Олардың 55 пайызы жағдайы нашар. Бұл сонғы 2021 жылға дейін, онын 590 мүн километр қалпына келтірдік. Қыбрых,үр қырыст ұғы байуы тұл қалпына келтірінді қалпына келтіріміз. Және, сұл қогы және үш үй қоғы қайтығы жүйесінде үш 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 ж setsады, үш кәне, онын еді, қазақты алиасын, үш күр Cathyптіл бірде жұлға бар. ғырлerne түрдік және реміна бар. Скажите, пожалуйста, какая общая площадь Государственного лесного фонда? Сколько гектар земли пострадало в этом году из-за пожаров? И можно ли было минимизировать случаи ЧП, подняв зарплату сотрудникам? Продолжение следует... Сейчас 122 государственных учреждений лесного хозяйства, ну и, соответственно, площадь почти 23 миллиона гектар, что составляет почти 75% всего лесного фонда. Что касается пострадавших от пожара, от лесных пожаров всего в этом году, сейчас у меня точной цифры нет. Я скажу, по последнему нашему пожару в Кустанайской области, общая площадь была изначально, вот мы говорили, 43,8 тысяч гектар, но после подсчета, сейчас комиссия по этому поводу поработала, после подсчета, там были и водные объекты, если вот эти водные объекты и сельскохозяйственные угодья убрать, то получилось около 40 тысяч гектар, из них порядка 35 тысяч гектаров, это покрытые лесом, которые пострадали от пожара. В целом, две комиссии работало, я имею в виду нашего министерства, это по подсчету ущерба, на сегодняшний день предварительные данные, они уже есть, ущерб от пожара составил прямой ущерб порядка 4 миллиардов тенге. И по причинам пожара сейчас комиссия, которая работала от нас, и есть еще комиссия, которая, межведомственная комиссия, пока склоняется к версии, что все-таки это пожар возник, не природного происхождения пожар, поэтому комиссии еще расследуют, вот это в рамках уже уголовного дела. Поэтому я думаю, что в ближайшее время, наверное, определиться с точной причиной возникновения этого пожара. Второй вопрос. Какую площадь земли вывели из состава Лесфонда за последние 20 лет, и наоборот, какую площадь внесли, и по каким причинам это произошло? Что касается перевода земель, если в общих чертах сказать, что до 2021 года перевод земель Государственного лесного фонда в земли других категорий осуществлен в семи областях, и общей площадью порядка 1150 гектар. Они переводятся под разные предназначения. Это как строительство гидроэлектростанции, строительство ЛЭП, строительство дорог. Некоторые участки переводятся под недропользование. Был такой случай, перевод земли под недропользование, под добычу урана. Также есть варианты, когда категории из Государственного лесного фонда переводили земли в других категориях. Это при расширении населенных пунктов, при прокладке магистральных трубопроводов и также для строительства селезащитных сооружений. Если есть необходимость более подробно в каких областях, под какие именно проекты, мы можем эту справочную информацию передать через нашу прислужбу. Кобяр Ахмед. Кезекте, Казахстан Уттығарнасы, Сабит Альдебай. Сырағыз бірма? Казахстан Уттығарнасы, Сабит Альдебай. Казахстан Уттығарнасы, Сабит Альдебай. Тамшылатып суғаруға таптырмайтын, тәсілді жүзегі асыры үйсі қолға алынады ма? Жалпы жаңадан жазылғаны су кодексынде осы жер асты суына қатысты. Кандай жаңаға пайлалауға қатысты? Жаңалық ба лап бар. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...